Всем привет, с вами Фрия. Сегодня наконец-то мы получили финальный квест на выполнение достижения проникновения в гробницу и квест уничтожить всех. Суть квеста убить 100 демонов. Убиваете 100 демонов и летите, сдаете квест по факту. Оказалось все легко, все классно. Что могу вам подсказать? Очень хорошее местечко по фарму этих мобов. Это именно здесь. На том месте, где мы делали такую квесту локальную, как зов ледяного змея. Что-то типа такого. Вот здесь, на этом островке, откуда я только что улетел, там относительно быстро они спавнятся и относительно быстро их можно убивать. Насколько я правильно помню, говорили о том, что после этого квеста будет квест на маунта. Но сейчас мы будем это проверять. Может, конечно, этот квест дадут завтра, именно в среду, с откатом кулдаунов. Может, этих маунтов ведут именно в 7.2.5. Увы, информации по этой теме у меня нет. А так мы благополучно лутаем ачиву, а затем начинаем делать квестики. Похоже, все-таки классовые маунты пришли к нам. Итак, давайте-ка мы, наверное, сейчас прям в режиме прямой... Ну, не трансляции, конечно, записи. Записи. Сделаем сие квест. Начнем же. Let's play. Я никогда не делал эти let's play, как их называют по-геймерски, но все-таки я надеюсь, у меня получится. И вот нам дают этого маунта. Кровожадный боевой змей, воеводы, между прочим. Поговорите с Одином, чтобы начать сценарий. Завершите сценарий, получите награду. Ну, я танчу 6 лет. Сейчас изи с первого раза сделал. Хотя говорили то, что будет тяжело на самом деле. А может и нет. Я не знаю, что там сейчас будет. Я вам серьезно говорю. Первый этап. Победа над первым противником. Вызовите силача. О, надо даже контуром помечить. Так. Ролик будет сейчас, да, какой-то? Ага. Мы, говорит, начинаем испытание ярости. Так. Первыми на арену выйдут воевода. Понял. Воевода, прия. И драгбар, домрул, силач. С мягким знаком на конце. Это то есть, это орфография 10 из 10, между прочим. Ну, давай. Сейчас разнесем школьничка. Поехали. Бзи. А я не знаю, зачем я рефлект нажал, но пускай будет. Буйство, буйство. Он там буйствует по КД. Ну и пускай буйствует. Я задехаюсь. Тут прыжки, из них выйти надо, да? Это можно сбить. А, да. Надо из этого места выбежать, точно. А буйство можно в стан вообще закинуть. Как вариант. Отлично. Похоже, говорит, домрул, недооценил тебя. Это кто? Это, по-моему, сет Скрутогорье кто-то. Ну, это обычные, типа, знаете, дуэльки вот эти. А, вон, видите, вон я стою. Вон, слева, снизу. Ну, моделька, мою, было видно, типа, под вебкой, под рамкой. Очень интересные диалоги. Прям завораживаю. Что, начинаем. Получаемый урон уменьшен на 50. Хорошо, тогда я не буду бурстить пока что. Так, это что такое? Это куда меня толкает? Хорошо. Ага, бросок щита. Вот он, он щиток свой кинул. Идет до него. Даю ему стан. А получаемый урон-то сейчас увеличен. Понимаете, что это значит? То есть он кидает свой щиток. Потом идет до него. И суть в том, чтобы он, как бы, ну, не дошел этот моб. Сейчас, как под проб ему дадим. Мощный удар щитом и нормально все будет. О, я придумал. Можно, короче, отпрививать во время этой самой его броска щита, а потом делать на него перехват. И совершив перехват, ты обездвиживаешь цель. Смотри. Кайф, да? Я тоже так думаю. Чем закончится бой со следующим претендентом? Кто это? Кто это? Что его, говорит, войны мне не ровня. Угу. Размечталась там сиди, что ли? Сейчас найдем на нее управу. Изи. Что-нибудь придумаем. Какую-нибудь тактику придумаем. Угу. Токен в the world. 23 ляма. Никаких фаз, наверное, не будет на увеличение, понижение дамага. Хорошо. Не прыгать там, что ли? Успокойся. Ага. И что? Ну и дамагает она меня. Что, она меня больно дамагает, что ли? Да ну нет. Короче, игнорится половина механик за счет большого эквипа. Я все понял. Ну, а вообще, наверное, надо было убежать. Сопротивляться вихрю. А потом просто не стоять на краю. Потому что вихрики крутятся. Я, говорит, не поддамся тебе ничтожеству. И мне сказала, вы понимаете? А все, то есть я ее убил вообще, да? Если те, то есть, уходили, ну, в живых, да? То есть у них там 1%, 2%, это умерла. Жалко, жалко, я. А, встаньте, говорит, на руну. Встань на руну, чтобы начать последний бой. Ну, давай. Ладно, хоть не на бутылку. И то хорошо. Так, ты кто? Ага. Мувик, мувик. Полноценный. Ну, привет. Претенденткой Тайри. Мощная бабища, конечно. Наверное. Но нет, не для меня. Интересно, сколько у нее хп будет, наверное. Для мув 25, 30. Если больше, то это вообще интересно. А, все. Поехали. Ну, так нормально она летает, я бы сказал. Нет. Ну, не надо прыгать. Все, давай уже. Успокойся. А вот давай-ка я выпрыгну лучше из этого коста. Потому что я не знаю, ваншотит он, не ваншотит. Вообще, что он делает? Я лучше выпрыгну. Мне не сложно. Я же весь чудес не стану. Как я могу забыть у него. Все, давай пока. Счастья, здоровья, всем благ. Убегу от тебя пока что. Ну, когда-нибудь она остановится на месте. Это точно. Все соперники побеждены. Испытание пройдено. И что? Что дальше-то? Как мне выйти отсюда? О, даже мок есть, которому подчиниться можно. Зачем он здесь? О. Можно использовать только в ходе испытаний. А я-то уже думал. Ай. Помнишь, как голды? А, ну почти. Через этот портал ты сможешь вернуться в небесную цитадель. Ну, давай. А что, может, тут еще есть какие-то интересные торговцы? Может, тут еще что-то интересного есть? Да вроде нет. Видели, да? Видели, да? То есть, можно использовать только в небесной цитадели. Ну, имеется в виду в этом воспитании доблести. То есть, воспитание, которое я только что сейчас проходил. Не рейд. То есть, я не знаю, я относительно легко его прошел. Неужели у кого-то может быть тяжесть в его выполнении? Не думаю. Хотя, может, если у тебя 800 эквип, то тогда... А так, я был бы рад выменить все свои ресурсы оплота класса, в которых скопилось 156 тысяч, на какие-либо поты. Это было бы классно. А, так... Вот, говорит, ты так эффектно расправился с Азри, нам будет ее не хватать. То есть, она все-таки умерла. Спойлеры. Спойлеры. Да. Завершить. Сейчас будет мувер. Я это видел где-то. Так. Вот он, я иду. С щитом, с шлемом, с мечом. Все как надо. С сет классный. Да, тути. Бам. Ну и все как бы. Счастья, говорю, здоровья, там, всех благ, легендарок побольше. И, то есть, все получается. На этом цепочка кончается. А вот, если я хочу, допустим, залутать... Там, получается, как идут маунты на разные спеки. Это я точно знаю. Если я хочу залутать на дамагерский спек, это мне что надо? Спекнуться в дамагера. И что же? А нет, подожди. Тихо. Транспорт. Кровожадный боевой змеи-боеводы. Кровожадный боевой змеи-боеводы. Так. Такую расцветку он имеет в танке. Когда я в танке спеки нахожусь. Угу. Давайте-ка, наверное, на замес чего. Ну, вот так вот поставим, да? Спекнемся в фури-спек. Так. По идее, он должен меняться. По идее. Но почему-то его раскраска не меняется. Ладно. Это еще на самом деле предстоит выяснить. А где он? Подожди, потерял. Сейчас мы его в избранное внесем. Добавить в избранное. Призвать. Ага. Видели, как призыв идет этого маунта? Что я вам покажу? Сейчас приближу. Из спека в спек прыгну. Так. Смотрите внимательно. Фиксируйте? Фиксируйте. Смотри. Видали? И там еще дальше какая-то эмоция идет. Прям крик такой прям полнейший. Я как бомблю, сижу, ору. Вот. Он даже лучше, мне кажется, орет. Так. Ну и что, допустим, никаких квестов. То есть ничего нету связанных с этим, да? Окей. Прыгнем на расколотый берег. Все равно я сейчас собирался локалочки делать. И полетаем на нем. Посмотрим. Что, как вообще? Могет он или не могет в полет? Так. Ну давай. Призывай. Вот такой вот, короче, маунт получается. А тем временем мы идем делать локалки. Скоро и стрим подрубим. Скоро и сороковое знание получим. И вообще, короче, классно все будет на самом деле. Ну как скоро сороковое знание? Через, получается, завтра. О. Смотрите. Через 20, почти 3 часа, я лутаю сороковое знание. То есть это получается у нас... О, если срезать, если так округлить, то это получается в 12 по моему местному времени. Я правильно посчитал? Да. Это получается в 13 по моему местному времени. Я прекрасно знаю, что мои кдшки откатываются в 14.00. Рейдовые, дейлики. То есть вот эти вот все моменты, они откатываются именно в 14.00. И суть в том, что, получив сороковое знание, я вскрою сундуки с мифик плюс лутом на своих персонажах за прошлую неделю, которая была там вот с 25 по 31.00. А сундуки за вот текущую неделю, то, что мы закрыли 21-е катакомбы, их я вскрою, скорее всего, аналогично утром 14.00 с целью получения эссенций, которые нужны для повышения легендарного предмета до 970-го эквипа. Возможно, это прокатит, возможно, нет. Но в любом случае, почему бы и нет. Всех вам благ, счастья, здоровья, красивых вам классовых маунтов, наилегчайшего выполнения цепочки и всего-всего хорошего. До скорого.